Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Я прям, не исходя с этого же места, хочу сразу рассказать о светильниках. Вот сейчас открываю, даже в одноклассники добираются эти вопросы до меня, открываю свой канал YouTube и уже сразу, а какие лампы покупать? А обязательно ли фитолампы? Я сейчас расскажу свою историю с фитолампами и вообще со светильниками. У меня сейчас вот этих светильников на чердаке около 40, наверное, но оборудовано, всё с лампами рабочими. Почему так много? Потому что когда я, я же говорила, что я предыдущие 10 лет занималась выращиванием рассады. А раз я занималась выращиванием рассады, значит было много у меня стеллажей полок и на каждом стеллаже было по 5 ламп, по 4, по 5. Теперь, когда я вот в этом году не буду столько много сеять посевов, но лампы-то эти лежат, они вот у нас используются, уже муж приспособил, одну на веранду для освещения прикрепил, другую там над ходом в дом. Но я сейчас расскажу, важно или не важно, фитолампа у вас или нет. Я всегда говорю, что мы живём в таком городе, лично я сибирский регион, в таком очень-очень удалённом, у нас тупик, в нашем городе заканчивается железная дорога, дальше только на конях или на машинах, всё больше никуда мы не едем, у нас нет ни аэропорта, нет ни дальше железнодорожного движения. И к нам приходит всё очень мало и по остаточному принципу, вот что в центре не пригодилось, всё, наверное, сюда стекается. У нас фитоламп вообще и даже сейчас нет в свободном доступе, ну так что вот зайдёшь в любой садовый магазин, вот тебе, пожалуйста, такая лампа, фитолампа, нет ничего. Ну когда я 3 или 4 или 5 лет назад прочитала, что фитолампа это вот такое чудо, что будет расти такая рассада, вот так всё-всё, ну короче, я поняла, что мне без фитолампы вот не обойтись, вот не жизнь мне без фитолампы. Я начала усиленно ездить по всему нашему городу, заходить в каждый садовый магазин, заходить в каждый магазин электро, вот этого всякого, ну русский свет там, электрик есть у нас ещё что-то, объездила все торговые центры, но нет фитоламп. И никто, даже некоторые вообще не знают, что это такое. Потом, у нас тут одна добрая женщина есть, она тоже увлекается огородами, она вела у нас по телевидению, по местному, бывший агроном, однако, вот все эти передачи, и у неё есть свой магазинчик. Ну и как всегда у нас это принято, она вот рекламировала свой магазин, свои товары, и тут я мельком услышала, что вроде бы у них есть фитолампы. Это за рекой, далеко на другом конце города, через мост ехать, я понеслась туда, приехала, фитоламп нет, были, но нету, сделайте заказ. Я сделала заказ, ждала там сколько-то полмесяца, но они когда весь товар заказывают из Барнаула, и фитолампу заказали, привезли. Всё, она позвонила, приезжайте, забирайте фитолампу. Я приехала, там была не она, а продавец. Дали мне эту лампу, всё, я привезла её домой, включили с мужем, но свет как свет белый обычный. Я ничего не поняла, я вроде бы, ну а я же ни разу не видела их в жизни, ну что вы хотите. Я по картинке смотрю в интернете, у всех розово, у меня белое, а мне так неудобно, думаю, сейчас позвоню ей, она скажет, скажет, ну вы что, вообще тупая женщина, надо что-то сделать или что-то, ну короче, я несколько дней стеснялась, скрипя зубами, терпела, потом позвонила. Я ей говорю, а вы знаете, мы лампу включаем, а розового света нет у неё. Она, как нет, я, говорит, разберусь всё. Перезванивает мне через полчаса и говорит, вы знаете, вы извините, пожалуйста, ну там продавец перепутала, у нас до этого, говорит, электрик работал и менял вот эти вот, ну лампы дневного света, и вот эти лишние остались две лампы, но они так в уголку и стояли, но обычные по 70 рублей. А продавец вместо той лампы, за которую я отдала 800 рублей, она вот эту по 70 рублей мне дала, я её увезла домой. Короче, мне она дала простую лампу дневного света, такую же вот, какую у нас сейчас. Ну и, короче, я поехала эту лампу, поменяла опять на другую лампу. Вот так у меня появилась фитолампа. Я была такая счастливая, такая довольная. Ну две же я купила их, конечно. Я прицепила её, ну буду говорить фитолампа. Я прицепила её, этот светильник, это у меня теперь был фитосветильник, всё повешила. Повесила. Остальные у меня были простые. Потом думаю, нет, этого мало, надо ещё на одну полочку. И я теперь так разделила, что своя рассада, вот которая мне подороже, там, питунья, вот ранние посевы будут у меня под фитолампочкой. А те простые там, если они немножко не успеют, ну потом на солнце дорастут, а этих буду холить или леять. Начала дальше, ещё в один магазин съездила, она говорит, а у нас тоже есть, ну да ещё подороже, там даже около 900 рублей лампа, вы представьте. Я-то сдуру отдала ещё одну. Жду результата. Неделя, две, три. Но в этот год результата я не увидела. Может быть надо было сначала. На следующий год снова привесила эти фитолампы и рядом такие. Ну, короче, знаете, я что расскажу. На третий год я их даже доставать не стала. Я их не нашла в этой куче, их было очень много. Простые, вот там фитолампы их завалили. Потому что я не увидела никакого результата. Потом я начала читать уже более углублённо. И многие стали писать, что эффект от фитолампы, он не заметен. Там где-то, да, есть разделение света, какой-то тёплый, холодный. Там есть разные фитолампы. Нужно в один период возраст сеянцев одну фитолампу с одним спектром, в другую, в другую. Я поняла, что для меня это слишком сложно. Тем более, ну как, я же не совсем глупый человек. Я вижу, что и эти растения растут, и эти растения растут совершенно одинаково. Одна лампа стоит 80 рублей, другая 800. Но когда разница в 10 раз, тут подумаешь, стоит ли она, стоит ли овчинка в выделке, стоит ли гоняться по всему огороду, хотелось сказать, городу, заказывать их, ждать там, расстраиваться, переживать. Потом ждать результатов и ничего не дождаться. Мой вывод такой. Если у кого есть светолампа, это очень хорошо. Так я ещё купила такую дешёвую. А вы посмотрите рекламу, вот эти вот какие-то круглые, которые вот так вот пучком направляются. Три с половиной тысячи, такой четыре тысячи. Вот это фитосветильник. Не ведитесь на рекламу. Это всё реклама, это всё вот продвижение вот этих дорогостоящих товаров. Вот у меня сейчас все светильники. Сейчас видео сброшу, посмотрите какие. Светильник стоит 500 рублей. Вот такой на две лампы. И две лампы по 80 рублей. Обыкновенные. Там есть у меня и Ашран, есть и наши российские. Они стоят 70 рублей. Светильник вечный, лампочка перегорит. Вставите другую. Всё. Результат тот же самый. Ещё раз повторю. Если есть фитолампа, хорошо, пусть она у вас будет. Я свою в прошлом году не включала. И нынче, как назло опять, много же ламп свободных. Мне муж говорит, Воль, возьму одну лампу, привешиваю над крыльцом там осветить. Я говорю, привешай. Пришёл такой ругается. Блин. Я говорю, чё такое? Ну, как назло, из всей этой кучи. Говорит, выбрал лампу, присоединил, всё там смотал, включил. Она фито. Так что у нас теперь фитолампа даже на крыльце побывала, освещала. Я говорю, ну ты её переделай всё-таки. Может, я её нынче достану. Но, если честно, мне доставать не хочется. Её выковыривать, как-то искать там. Вот мы берём все подряд. Какие с краю, те берём. Потому что никакой разницы я не вижу. И ещё. Про вопрос, стоит ли вообще освещение или не стоит. Тут тоже не так всё однозначно. Мне, например, без освещения нельзя. Потому что у нас на окнах сибирский регион. Вот сейчас я начну, когда высевать, например, февраль. Пусть там средина, конец, даже начало марта. У нас на окнах, если на улице будет минус 30, у нас на окнах очень холодно. Холодные подоконники, вообще холодная атмосфера. Когда снегопад или метель, темнота. И в таких условиях выращивать рассаду. Это лучше вообще за неё не браться. Если уж берёшься, нужно ей освещение, нужно ей тепло. Именно поэтому я вот сначала деревянные мне стеллажи делал, сын. Потом заказала стеллажи в Москве металлические, вот эти верстаков архивные. У меня теперь они в комнате, в глубине, далеко от окна. Потому что все знают, какими бы тёплыми ни были окна, всегда дуются окон. Особенно в частных домах всегда здесь холоднее. Тут как холодильничек такой. И вот у меня они всегда в глубине, значит там света нет в глубине комнаты. У нас вот сейчас свет выключи, и у нас будет темно. Вы даже с трудом увидите моё лицо. Поэтому если хотите выращивать для теплицы здоровую, хорошую рассаду, то подсветка обязательно. Но это только для ранних посевов и только для тех, у кого стеллажи, где мало света. Если вы хотите в стандартные сроки, например, если вы будете сеять в средине или в конце марта, тогда солнца уже много, тогда на подоконниках наоборот уже солнышко припекает, и там тепло, то вы вполне можете обойтись без подсветки. Можно вообще ничего не брать. Вот этот вывод мой такой. Кто сеет рано, тому свет необходим. Кто сеет поздно, тому можно обойтись без света. И про фитолампы это просто маркетинговый ход. Это моё мнение. Если кто-то будет спорить, что у них чудо-бамбуки вырастают под этими фитолампами, я не поверю. Всё, до свидания. Желаю вам всё-таки, если кто хочет пораньше, побыстрее, повкуснее, подсветку делать растениям. Они очень любят свет. И я вот показывала, что там, где проходит лампа, вот так полоса, они выше. А где немножко лампа не достаёт, они ниже. Все любят тепло, все любят свет. Желаю удачи!